Всем привет, друзья! Это снова канал Роза Заноза. Я Светлана. Ну что ж, по мелкой дрысе мы уже пробежались, так сказать. Теперь пошла крупная рыба. Крупная! Варюня, покажи! Но я не буду спрашивать, догадаетесь вы или нет. Вы, кто за мной следит, помните, я еще прошлой весной мечтала о розочке на палочке. Хотела розовый чупа-чупсик. Но вот в этом году я решила все-таки рискнуть. Ибо, в принципе, в нашем регионе, в среднем полосе в России, я живу в городе Твери, такие розы штамповые растут. И прекрасно зимуют, и севернее даже, и в Санкт-Петербургской области, в Ленинградской. Вот. Заказала я эту розу в питомнике роза Флора. Роза Флора находится в Крыму. Конечно, транспортные расходы, так скажем, были дороговаты. Вот. Так скажем, прям, ну, сильно дороговаты. Но мечта, как говорится, есть мечтой. Надо добиваться уже до конца ее. Раз заказала, значит, заказала. Вот. Вот. Коробочка метра два, наверное, длиной. Упакована она в стретч-пленку. Плюс еще там вот такой вот материал спененный. Видимо, крымчане думали, что у нас тут еще розы рискучие стоят. И решили перестраховаться, чтобы роза не замерзла в пути. Спасибо вам огромное, ребят. Сейчас я это вскрою, и мы с вами вместе посмотрим, нашу мою первую розочку на палочке. Варюш на паузу. Почти готово. Смотрите. Вот такая коробища. А в ней вот такая розочка на палочке. И еще тут две розочки должны быть. Очень все аккуратно сделано. Все прилипло. И окончательно. И бесповоротно. Отдай. Отдай, зараза. Не хочет. Отдай, я тебе сказала. Ты посмотри, какая, а. Так. Ух ты. О, Марина молодец. Так. Здесь еще два саженца. На ней это все вместе, видимо, скрепили. Так. Так. Друзья мои. Вот. Фу. Ой, какая озочка на палочке. Так. Раз, два, три прививки. Вы знаете, она еще даже и в принципе спит. Вот немножечко тут. Что там написано? Бургундия Айс. 125 сантиметров. Это 125, да? Мне кажется, она выше. Я почти метр восемьдесят. А, ну корни, конечно. Ну, блин. Я не знаю, откуда считать. Кстати, а вот эту вот штучку, вот эту пимпочку эту от шиповника нужно обрезать? Или она так и должна остаться? Вот, друзья, к вам вопрос. Рассказывайте, давайте, делитесь. Ух ты. Сейчас. Давайте я в другую сторону положу. Давай тихонечко. Я ее, конечно, предполагаю, друзья, посадить в горшок, наверное. Потому что до земли еще ждать долго. Так, ну здесь, конечно, не посмотришь ничего. До земли еще ждать долго, хоть у нас и стоит хорошая погода. Слушайте, такой штамп хороший. Я имею в виду, я видела зеленые штампы, а этот бурый. Вы видите цвет? Варень, видно цвет на камере? Вообще. А вот это, вот это, вот это, вот это, вот это что? Вот это что? И вот это вот, вот это. Они так и должны быть, да, вот это вот? Видимо, пошли боковые побеги и их проглядели, я так понимаю, и отрезали уже большими. Я так понимаю. Слушайте, я первый раз вижу штамп с таким цветом побега. Это, наверное, какой-то определенный сорт шиповника. И я не вижу на нем шипов. А это вообще шиповник? Может, розу привили на какую-нибудь сливу? А? Можно такой? Так, ну ладно. Так сказать, вскрытие и дальнейшая жизнь пациента покажут. Дальше. Тут еще у меня две розочки. У меня взик на мускусы и на плечистые. Здесь должны быть две плечистые розы. Вот они. Вот они какие колощие. Так, поехали. Поехали, Варень, кто там? Тут у нас Skyline. Skyline. Так. Скажите. А это кто? Это у нас яйцо. Яйцо. И все, да? Я не знаю, такой розы. Подожди, их три, а должно быть два. Вот, вот еще. А, это моя фамилия. Да. Так. Вы меня не видели, я вас не видела, нам показываться не положено. Вот она. Азиана. 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 Блин, я свою фамилию спалила. Так. Не, ребят, мы занозы. Все, 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 все. Да, 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 мы занозы. Потому что что-то перепутали. Угу. Хорошие, хорошие розочки. Тоже еще такие полуспящие. Но вот эта вот, видите, верхушечную почку гонит. Вот. Но мы ей, конечно, не дадим. Нечего, потому что еще рано. Вот такие вот розочки мне пришли из питомника Роза Флора. Замечательный такой штамбик. У меня по нему есть вопросы, которые я вам уже задала. Почему такого цвета ствол штамба? Нужно ли обрезать вот этот вот кусочек шиповника, который остался, да, внутри. Как бы здесь такая чаша, и вот этот шиповник. Надо его трогать или нет? Ну, собственно говоря, наверное, и все. Вот такая вот распаковочка. Первая моя розочка на палочке. Сейчас ей придется еще поспать. Немножко. В этой же коробочке, но уже в прохладном помещении. Все, друзья, похвасталась питомник Роза Флора. Розочка на палочке. Всем счастливо, всем пока, всех видев.